доброе утро дорогие друзья доброе по-настоящему теплое утро и бизнес-завтрак на радио медиа метрикс меня зовут роман дусенко я улыбаюсь уже очень широко и широко потому что напротив меня сидит прекрасный человек алексей коровин алексей доброе утро доброе утро роман доброе утро коллеги да и вот мы только что сейчас занимались коррекцией вот или проверкой твоего большого написания смотри сколько много всего написано и финансист и предприниматель и бизнес наставник и сооснователь бизнеса вот но наши с тобой встречи они такие периодически да я помню первая самая наша встреча когда я узнал о тебе высочайшем уровне топ-менеджера который приходил на должность председателя правления банка у тп это был две тысячи какой седьмой это был седьмой год седьмой год седьмой год потом мы с тобой периодически там в разных атмосферах плавали потом где-то встречались году наверно в тринадцатом в четырнадцатом и вот девятнадцатый год и я все время наблюдая за тобой смотрел как происходит твоя личная трансформация поэтому мне очень интересно было бы сегодня рассказывать не столько и не только обучение которое приводит к эффективностью как накладывать это на твою личную трансформацию и вместе все это перекручивать как тебе такая идея отличная идея погнали расскажи мне пожалуйста кто такой алексей король просто человек просто человек который живет который радуется жизни которая старается скажем так забирая что-то от этого мира что-то этого миру давать то есть абсолютно в балансе наверное сейчас да наверное сейчас я в той точке которая который 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 долго шел когда я могу собственно совместить и управление бизнесом и скажем так работа над стратегией но и общение с огромным количеством разных совершенно людей которые каждое общение она меня очень сильно вдохновляет и мотивирует но я слышу с точки зрения вот того если я как коуч да я слышу очень важные такие вещи которые поддерживают в тебе состояние топа и стратегия и управление и размышление и отдача в мир ты знаешь я очень часто читаю твои рассказы которые ты пишешь в фейсбуке это классная штука и они показывают вот человека еще и с другой стороны ведь не через мне рассказы мы вольно и невольно транслируем свои ценности а вот ценности той компании в которой ты сейчас работаешь skills cup skill cap да как правильно кстати skill cup вот это по сути один из наших клиентов компании Avon там они очень точно обозначили что это по сути навыки навыки за чашечкой кофе навыки за чашечкой кофе поэтому skill cup cup это с одной стороны это чашка кофейная чашка с другой стороны это кубок кубок победа как победителя как победителя скажи пожалуйста и вот какие ценности вы со своим основателем там с коллегой с партнером разделяете с топ командой что для вас самое ну ради чего вы все это делаете мы мы видим ситуацию таким образом вот мир мир сейчас стало меняться и каждый человек у которого есть аудитория с одной стороны он становится важным источником знаний он может работать свои команды он получил трибуну до микрофона получил трибуну другой стороны вот компания тоже сейчас любая компания она настолько успешно насколько она хорошо учит своих людей поэтому вот философия ежедневного обучения и отношение к тем девайсом тем гаджетом которые нас окружают не как вот этот телефон замечательный он он если ты относишься к нему никак с газолепателю как разливать развивателю и ты свою помощью развиваешь своих людей вот это это важно именно именно об этом а какие как вот эти ценности которые ты говоришь транслируются с твоими личными ведь мы попытались построить два стрима твоя личная трансформация из топ-менеджера там руководителя высшего звена банковских специалистов в предпринимателя вот где вот эти твои как как твои ценности сегодняшние сопрягаются с ценностями своей твоей компании сегодня каждый человек он на ком-то этапе начинает задумываться вот какой следующий шаг мне правильно сделать и если это успешный топ-менеджер он начинает думать а как вот мне стать не знаю там на ступеньку дальше или может быть мне начать что-то делать свое когда это возникает такая ну мне кажется после 30 35 у кого-то после 40 лет возникает то есть диапазоне от 35 до 40 плюс у человека явно встает развилка в жизни да встает развилка и как как ему дальше то есть например он рос в своей компании он дорос до кого-то потолка уперся и тут возникает несколько вещей которые скажем так вот как нас окружает мир мир окружает нас так что во первых далеко не у всех есть на рабочем месте человек который скажем так настало да то есть ну вот недавно тоже встречался с одним с одним руководителем ну вот мой начальник общения занимается моим развитием то есть это очень большая проблема вот ты как раз везде к сожалению такое часто бывает и поэтому а человеку надо что-то делать ему надо как-то дальше там следующий шаг делать потом второй момент что по сути так быстро меняется повестка что то чем мы занимаемся сегодня уже через месяц через два через три через год через совершенно уже не актуально то есть мы должны постоянно впитывать что-то новое это новое перерабатывать переосмыслять его его приносить обучение становится по сути обучение знания 더 там я не знаю новое нефть новое золото это то что постоянно постоянно подогревает машину как компании так и каждого отдельного человека мы Мы можем сказать, что мы сейчас в неком новом колондайке? По сути, да. И причём он без какого-либо серьёзного барьера для входа, да? Здесь всё зависит от твоего таланта, от того, насколько ты востребован, и от того, насколько ты последовательный. Потому что сейчас можно посмотреть на Инстаграм-аккаунты ведущих блогеров, миллион, два, три, четыре. Это уже серьёзно. Это люди, для которых выбрала огромная аудитория, она им доверяет. И за каждым блогером стоит команда, стоит огромная работа над собой, огромная постоянная переработка того материала, который они получают от жизни, в что-то интересное, уникальное, ценный контент. И это тоже часть обучения, тоже часть процесса, которая… Правильно ли я тебя услышал, что блогер – это не просто человек, который сидит под пальмами и что-то пишет, это человек, который постоянно работает над собой, трансформируя реальность в какую-то полезную действительность? Да, безусловно. Блогер – это человек, который реально очень много работает, потому что изучить тему так, чтобы твой каждый следующий пост, ты не имеешь права делать проходные посты, ты делаешь каждый следующий пост, должен быть интереснее. То есть, постоянная интересность. Да. Ну вот, возвращаясь к темам развилок, именно этих корпоративных, и связь личного трека и профессионального, она как раз наступает на этапе, когда человек в возрасте 35-40 лет, он для себя ставит такие вопросы, а что мне делать дальше, куда мне идти? Начальник, предположим, не помогает. И здесь, с одной стороны, это обучение, это разные бизнес-школы, с другой стороны, комьюнити, сообщество, с третьей стороны, наставники. То есть, мы уже берём знания не там, где они, скажем так, раньше водились. Раньше вот работа, я прихожу к своему начальнику, как мне дальше развиваться? И он тебе по-принципе говорит, слушай, ты вот там через два года станешь старшим экономистом, потом таким экономистом. Сейчас мы берём знания там, где оно есть. Человек идёт в эти места силы. Где знания раздаётся. Да, где знания раздаётся, поэтому столь популярное сообщество, столь востребованы наставники. И человек, уже исходя, проанализировав себя, свои сильные, слабые стороны, определив, скажем так, свою личную миссию, о чём ты знаешь лучше меня, он уже делает следующий шаг. Он уже делает шаг, и он развивается, возможно, в своей профессиональной среде. Возможно, он уходит в другую компанию. Или он становится предпринимателем. Как это случилось со мной? Кстати, возвращаясь к тебе. Ведь, ты знаешь, важнейшие события нашей жизни, они не приходят к нам в виде, знаешь, кортежа с мигалками, там, вот-вот сейчас появится вот это решение. Они хлоп, и они уже есть. Что явилось в твоей жизни такой точкой, после которой ты реально представил свою карьеру, что уже не карьера, а это уже что-то другое. Раз, и предпринимательство. Это другая реальность. Работая в банке, я всегда смотрел на то, как устроен бизнес. Потому, что я общался с компаниями, с крупными компаниями, с мелкими. По сути, кадитный комитет каждый раз. Каждый комитет. И мне было интересно залезть в голову этих людей, вообще, что ими руководствуется. Это такая неопределённая среда. Это так всё сложно. Тебе тогда казалось, что это другие люди? Но они и есть другие. Но теперь-то ты тоже предприниматель? Я пока делаю первые шаги. Я поэтому даже мало где пишу и говорю себе, что я предприниматель. Я скорее начинаю, скажем так, в этот пиджак, под эту шляпу заползать потихонечку. И меня восхищают успешные предприниматели, потому что это люди, которые живут в мире тотальной неопределённости. Потому, что даже у мы, сколько компаний, порядка 2,5 лет, я в ней. Самой компании около 9 лет. Но за эти 2,5 года мы сделали очень много уже так называемых пивотов, разворотов. Когда мы шли туда, потом мы поняли, что мы не туда идём. Раз повернули не просто на 2 градуса налево-направо, а повернули достаточно серьёзно. Были большие повороты. То есть, мы отходили от тех моделей, которые мы посчитали, что они не очень успешны, что другие направления. Я сразу вспоминаю своё обучение в бизнес-школе «Исколку». И к нам профессор приехал, говорит, ну что, ребят, вы думаете, что тратегия – это прямая дорога? Нет, это блуждание в лабиринте. Так и есть. Поэтому я, приглядываясь к этим людям, в какой-то степени, наверное, желание быть одним из них во мне пересилило. И кроме того, то, о чём я тоже со своими коллегами часто говорю. Бизнес, когда ты уходишь из корпоративной среды в предпринимательство, нужно уходить не из, а куда-то. Потому что если ты уходишь из, потому что у тебя начальник плохой, у тебя не понимает он тебя дать. То есть, когда человек уходит, бежит откуда-то, то, ну, как бы тут… Вероятность куда-то прийти. Весь твой ад всегда с тобой. И весь твой рай с тобой. А если что-то его привлекло, вот меня тогда, когда я работал в БКС, меня очень сильно привлекло, скажем так, бизнес-модель цифрового обучения, когда можно с помощью цифровых инструментов обучить сотни тысяч, миллионы человек. И я понял, что… И тогда уже было видно, то есть, я настолько… Я понимал, что знание, всё, что связано с обучением, это как раз та новая нефть, которая будет подпитывать мир. И я увидел инструменты, которые я хочу использовать как корпоративный, скажем так, менеджер. И я захотел быть частью этой команды, но вот так случилось, что я туда переместился. Но за завтраком ты мне сказал, что если бы к тебе пришёл сейчас топ-менеджер, ты бы сказал, не ходи в бизнес. Почему? Нужно идти через сопротивление. Что это значит? Если ты построил успешную корпоративную карьеру, надо понять, что тебя туда привело. Это же не случайно. Например, твои какие-то, как ты сказал, свод, мишен. Да, да, например, я ни капли, ни, скажем, не перечёркиваю свой банковский опыт. 23 года – это предправление трёх банков, это сет директоров, это масштабнейшее решение, это работа с умнейшими людьми, скажем так, не только страны, но и в целом мира. Отрасли и мира, да. Да, то есть это действительно очень интересно. И если человек может по-прежнему состояться, надо понять, что является причиной, почему ты смотришь, скажем так, на страну. Очень часто и в большинстве случаев бывает так, что тебя, например, перестали замечать, у тебя есть какой-то конфликт с начальством, с коллегами, задачи, которые тебе поручили, они неинтересны. И сначала следует предпринять шаги, как бы максимально именно на своём месте, может быть, перейти в другую роль. Поговорить, пойти к начальнику и сказать, слушай, товарищ, вот такая-такая ситуация, давай мы с тобой это обсудим. Вопрос. А вот твоя команда топ-менеджеров, были ли когда-то случаи, когда кто-то из них хотел уйти в предпринимательство или что-то ещё? Помогал ли ты им как-то найти себя? У меня почти не было таких случаев, то есть переходов из корпоративного мира в свой бизнес, вот сейчас переходов таких всё больше. Всё больше и больше. То есть это тренд возникающий? Это тренд от того, что, наверное, и финансовый сектор сильно меняется. И того роста, и те задачи, которые стояли, скажем так, перед нами в 90-е годы, когда, по сути, мы создавали рынок. Или это был, может быть, 2005-2006 год, когда мы банк продавали. Был огромный спрос со стороны западных партнёров. Вот сейчас рынок более тяжёлый, более вязкий. И, скажем, когда есть рядом активно развивающийся мир IT, мир того же самого цифрового обучения, то он манит какого-то магнита. То есть, по сути, сегодня мы можем сказать, что классический бизнес, в том числе и банковский, это бизнес, где ты полируешь детали, оптимизируешь процессы, чтобы стало лучше. Тут уже нет никакого глобального взрывного развития. А предпринимательство позволяет тебе, в принципе, создавать взрыв в любом отрасли, который ты хочешь. Всё от тебя зависит. Пожалуй, так. С другой стороны, конечно, финтех-стартапы, которые сейчас появляются и в Великобритании, и в России что-то происходит, я уверен, что пройдёт какое-то время, цикл снова развернётся, и финансовый рынок станет по-прежнему столь же интересным. Но это происходит всегда цикл. Но это действительно циклически. Опять к тебе, чтобы через тебя пойти к нашей основной теме корпоративное обучение. Много ли ты учился в своей жизни? Постоянно учился. То есть, мне всегда хотелось какой-то кусочек знаний присвоить. Можешь ли ты какие-то основные вехи своего формирования как профессионала, привязанной к обучению, какие-то, допустим, накидать, чтобы мы посмотрели, как это тебя трансформировало? Хорошо. Давай так. В институте… Институт какой это был институт? Это был Московский авиационный институт, я закончил экономический факультет. Параллельно я учил французский, и действительно это было здорово, 4 года, которые я провёл. Ещё мозги у меня рожали хорошо. Ты продаваешь коммун-сова? Сававья. Очень полезно в Париже с таксистами, отлично общаюсь. По крайней мере, тебя не обманут. Французы, если ты говоришь на их языке, они просто… Млеют. Но они сразу же ощущают, что ты свой человек, с тобой можно поделиться, рассказать про то, как таксист мне рассказывал последнюю мою поездку, это буквально было за 3 дня до жёлтых жакетов, как им тяжело живётся, и ты понимаешь от реального человека, как на самом деле всё. Я приведу тебе пример, у меня сын с первого класса учит французский язык в школе, обычная школа, которая рядом с нашим домом, и он никак не мог научиться разговаривать, и мы нашли какой-то французский лагерь, запустили его туда, во Францию, он начал разговаривать, и потом поехали в Париж. Гуляем по Лисейским полям, присели на скамейшку, и сидит бабушка, а он вроде как ребёнок, вроде как стесняется, я говорю, ну поговори, ну поговори, ну поговори, я его уговариваю, короче, поговорил, так я его потом оторвать не мог, и бабушку от него, и его от бабушки. Вот насколько ей было приятно, что с ней поговорили по французски. Она ему всю свою жизнь рассказала, в общем, французский. Ну вот видишь. И так, и кстати, языки лучше учить как можно раньше. Да, это факт. Сейчас я учу немецкий, и он у меня действительно идёт. Тяжеловато, да? Там по понедельникам я занимаюсь, у меня 8 вечера у меня урок, я уже почти сплю. На самом деле реально трудно, то есть гораздо училось легче. То есть после института у меня было достаточно большое количество разных стажировок. Насколько тебе хватило этого топлива институтского? На год. На год. А что было дальше? Там датчик упал? Дальше была стажировка. Я понимал, что те темы, чем живёт бизнес, это совсем далеко от того, что было в классическом обучении. Потому что, например, я работал с креативами, гарантиями международными операциями. Это не преподавалось? Это было вообще далеко, и мои преподаватели мои в принципе про это не очень знали. При всём уважении к ним. Где ты черпал знания? Тогда я ездил на стажировку, это была трёхмесячная стажировка в Бельгии. В крупнейшем банке я сидел непосредственно в отделе, ездил в Кёльн, в Амстердам, общался с командами. То есть, ручками всё делал, да? И видел, как делают ручками другие. Ну как? Сначала это как обычно начинается стажировка. Ты приходишь, тебе говорят, слушай, ну ты в принципе классный парень, вот тебе вот столько книг. Читай. Читай. Ты читаешь. Потом ты начинаешь понимать, что в принципе скучно. Это на французском всё было, в Бельгии же по-французски было. В основном французский язык тогда был. Ты приходишь, ты начинаешь как бы вопросами людей донимать, а это что, а это что. Потом они понимают, что от тебя не отвязаться, они начинают тобой заниматься. Что в принципе, ну как вот власть, она берётся. Ты же мог бы и отсидеться с другой стороны. Ну как, и власть берётся силой, но и обучение, знания берутся силой. Если тебе надо, ты просишь. Если тебе надо, ты должен переть как танк, заставлять людей с тобой считаться, тобой заниматься. Я тогда, ну вот в общем-то, я считаю, что я с этого обучения получил всё, потому что я, ну по сути, заставил людей со мной поделиться. Насколько хватило топлива этого? Хватило лет на пять. Что дальше было? После этого было, я почувствовал, что я сильно черствею. И потом у меня начался, самое начало нулевых годов, мы только что сделали буквально реструктуризацию. Это в Импаксе? Я тогда ещё был в российском кредите, переходил в Импакс. И Импакс делал первые-первыхые шаги осторожные. И тогда я два с половиной года учился в литературном институте. Ух ты! Да, у меня было пять семестров заочное отделение. Это имя Горького, который? Конечно. Ух, ничего себе. Это фундаментальнейшее образование. Кстати, мало-мало кто знает, что очень многие профессора, преподаватели университета, например, Александр Сергеевич Орлов, совершенно фантастический профессор истории, он преподает и в литературном институте, и в МГУ. То есть, там совершенно фундаментальная школа. То есть, несмотря на то, что я был заочником, у меня раз в месяц проходила такая сессия, в которой я должен был писать работы. И это вынудило меня... Это мне дало две вещи. Во-первых, дало круг общения. Люди, с которыми я общаюсь до сих пор, поэты, писатели, совершенно другой круг людей. Они совсем не про бизнес. Массолит. Да, они совсем не про бизнес, но с ними дико интересно. Потому что просто они очень интересные. Сразу Булгак вспоминается этот мастер Маргарита. Ну нет, это другое. Потому что ты общаешься, вроде обычный человек, а потом он напишешь такое, что ты думаешь, это же просто гениально. Это не экономика, это не финансы, это круг общения. А что это дало тебе с точки зрения твоего мышления? Вот как раз это второе, кроме круга общения, это фундаментальные. То есть, например, я столько книг, сколько я прочёл за эти два с половиной года, я никогда не читал. Потому что я прочёл всего Соженицына, французскую литературу писали работы. Я прочитал очень много классики. У нас был великолепный предмет, связанный с фольклором. То есть, фольклористика была такая, Зуева преподаватель, это было дико интересно, узнавать русские вот эти причитания, всё. То есть, это… Что-нибудь помнишь из причитаний? Причитаний не помню, но у меня есть прекрасная моя, скажем так, близкая подруга Лета Югай, она великолепный иллюстратор, она большой специалист по вологодским плачам. Так что, если у тебя будет желание плачь изучить, знаем, к кому обратиться. Я тебя отправлю. Итак, что было дальше после Литреса? Потом было, скажем так, около 9 лет очень резкого и бурного роста. Это импекс, это зампред по малому и среднему бизнесу? Да. То есть, это был импекс, Райфайзен, полтора года работал в Райфайзене, потом было порядка 5 лет у руководства ОТП. И в 2011 году, скажем, когда мне было 35 лет, я пошёл, это тоже случилось достаточно случайно, я пошёл учиться в Гарвард. Харвард. Да, это случилось так, мы сидели с моим близким другом Владимиром Соловьёвым, управляющим партнёром компании «Эврика», одним из потрясающих таких тоже бизнес-тренеров. Говорю, слушай, Лёха, поехали в Гарвард. Я говорю, поехали, в итоге получилось так, что тогда Володю закрутили дела, а я в итоге поехал. И на самом деле это мне было дико интересно, потому что… Какой курс ты брал? Я брал курс AMP, Advanced Management Program, то есть, по сути, это Executive MBA. В Гарварде как такового Executive MBA нет, а есть вот программа AMP. Сколько лет? Ну тут как раз, то есть, постоянно это 2 месяца. 2 месяца, ты мотался туда или там фуллтайм живёшь? Ты живёшь. Каждый день? Каждый день. Каждый день, суббота, воскресенье. То есть, начинается в 7 утра, заканчивается всё типа в 11 вечера, когда ты там с компанией, ты живёшь Living Group, 8 человек. 2 месяца с таким режимом? Это реально тяжело. Как тебе удалось управлять компанией и учиться? Это был уже мой пятый год работы в банке, у меня была сформирована команда. И собственники поддержали тебя? Собственники поддержали, и банк частично половину оплатил. Класс. То есть, в принципе, я очень благодарен действительно собственникам банка, что они… то есть, это действительно хорошая политика, когда компания оплачивает именно обучение своих сотрудников, это правильно. И мы тоже, как вот сейчас наша компания, мы тоже с удовольствием отправляем наших сотрудников учиться, потому что желание учиться – это, по сути, человек добровольно принимает на себя очень серьёзные обязательства. Самая главная потребность любого сотрудника – развитие. Мы с тобой об этом, ты прямо в самом начале сказал. И Харвард – это пока на сегодня последняя точка твоего? Или что-то ещё уже было? Харвард, в двух словах тоже, что он мне дал, то есть, действительно полезна программа, подобного рода программы, они полезны людям, которые взаимодействуют. Я был самый молодой из всех, из всех 240 человек, которые были на курсе. Средний возраст 50. Средний возраст был примерно 40, да, около 50 лет. И люди не стесняются учиться? Абсолютно. Кайф. 40 стран, 240 человек, мне 35, я самый молодой, и в основном… Это были собственники серьёзные возрасты, да? Это нет, это в основном был топ-менеджмент крупнейшей компании. Это был совсем-совсем топ-менеджмент, это люди, которым нужно было… Сейчас я смотрю даже по соцсетям, большинство из них, они сделали следующий шаг, они стали главами компании. Или пошли в борт, да? Да, или пошли в борт, но в основном многие из них стали SEO тех или иных, своих компаний, других компаний, то есть, для них это был какой-то серьёзный шаг перед тем, как занять руководящую позицию. Ну а дальше что? Дальше вот то, что я сейчас делаю в предпринимательстве, это для меня совершенно новый шаг. Это твоя жизнь, сегодня школа. Да, и сейчас, например, по понедельникам у нас проходят стендапы, мы обсуждаем как раз скиллкап. То есть, то, что происходит в компании сейчас, те молодые разработчики, дизайнеры, продукты, тестировщики, те слова даже, которые… многих слов я просто и не знал раньше, какой-то рендеринг или что-нибудь ещё такое. То есть, я жил в другом мире. А сейчас ситуация, когда… вот ты читаешь про agile, а на самом деле agile – это не надо читать, это просто жить. Надо делать. Это метод жизни, когда у тебя ситуация постоянно меняется. Ну и плюс я учу немецкий. О, да, немецкий. Итак, я предлагаю тебе следующий аттракцион наше радио. Я сейчас проговорю твои стадии обучения и твои карьерные ожидания, что ты получал. И попрошу тебя сформулировать некий мануал для человека топа. Вот, понимаешь, ещё важный момент. Обучение, что ты делал в карьере, насколько тебе хватило. Вот это всё увязать в некую фразу, которую мы попытаемся сейчас подарить нашим радиослушателям. Итак… Неожиданно, давай. Да. Я же коуч. Институт мои, экономический факультет плюс французский язык, хватило на год для того, чтобы стартануть свою карьеру в банковском бизнесе. А потом тебе потребовалось большее. Ты поехал в Бельгию для того, чтобы сам в практическом поле зрения получить всё, что нужно. И этого хватило уже на 5 лет. Качественно разные два обучения – классическое и практическое, но длительность действия разная. Потом получился литературный институт, который кардинально расширил твоё сознание с точки зрения вообще словесности и общения с этим кругом людей. И это хватило тебе на 9 лет. Ты там прошёл и Импекс-банк, был зампредом, и Райфайзинг-банк, и стал представителем правления ОТП-банка. И здесь после уже сформированной команды в ОТП-банке ты принимаешь решение, поддержанное акционерами, поехать в Гарвард университет. И это даёт тебе абсолютно новый взрыв фантастической информации, видя, как в том числе твои аламни развиваются. И ты сейчас переходишь из корпоративного мира в предпринимательство, и твоя жизнь сегодня является твоим университетом. Схлопаем это всё в некую… Круто. Как ты красиво всё представил. Схлопаем это в некую юзерс-мануале для ТОПа, или для любого другого человека, который пока думает о том, как ему дальше… personal strategy. Как это схлопнуть? Я думаю, что здесь важно всегда, наверное, себя слушать. Самое главное, я понимал, что мне чего-то не хватает, и, например, даже литературный институт, сейчас ты об этом так и рассказал, я вспомнил, что было много ситуаций в ОТП, например, когда мне это обучение помогло. Потому, что каждый год мы издавали книжку «Русские и венгры вместе». Или, например, мы издали книжку, я лично уговорил Георгия Михайловича Гречко, я потратил четыре часа, чтобы его уговорить, у него был плохой опыт работы с прессой, он дал как-то интервью, его опубликовали, не спросив его, так сказать, проверить, и он издал книжку, потом ему это понравилось, он сделал первое, второе, третье переиздание. То есть, людям очень нравится история людей, и многие потом мне из банка говорили спасибо за то, что появилась книжка про Гречко. И вот, наверное, этого опыта бы не было, если бы, действительно, я не прошел школу литературного института. То есть, жизнь – это не только бизнес, это не то, что ты делаешь от забора и до обеда, мне кажется, если смотреть шире, если смотреть на какие-то следующие этапы, и мне очень многое дало тогда общение с людьми. Можно их называть наставниками, можно их называть, скажем так, близкими товарищами, можно их называть близкими личными советами директоров, но общение вот с этими людьми, тот же самый Володя Соловьев, он мне просто сказал, слушай, поехали в Гарвард. И он не просто сказал, он познакомил меня, он привез профессора, который преподавал и в Гарварде, и в Ансиаде, мы поужинали вместе. И меня общение с этим человеком вдохновило. Я понял, что он носитель очень крутых идей. И, скажем, вот эта звезда такая путеводная в лице этого товарища, она сказала мне, что, наверное, надо преодолеть, как ты говоришь, те сложности, связанные с управлением командой, надо подумать, как тебе построить процесс так, чтобы команда без тебя жила два месяца. Наверное, это слушать себя и слушать людей, которым ты доверяешь. Супер, супер. Добавлю лишь только, знаешь, как бы так, рамочку добавлю, красивую. Помнишь знаменитую речь Стива Джобса? Он говорит, ребята, как бы вы сейчас могли пользоваться прекрасными шрифтами, если бы я когда-то не пошёл на каллиграфию? О, точно, точно. Да, да, да. Я тебе ещё дальше хочу раскрутить, так сказать. Смотри, ты был в корпорации и был заказчиком обучения для топов, перешёл в компанию и обучаешь топов, будучи контрагентом корпорации. Разверни то, что ты сказал, для компании. Вот если бы ты сейчас, если бы, например, мы поменялись бы местами, представь, что ты бы пришёл HR-директором в работе, а я бы был представлен, я говорю, Алексей, напиши ко мне, пожалуйста, стратегию обучения. Как бы ты сформулировал вот эту стратегию обучения для современной компании сегодня, исходя вот из того, что ты сформулировал только что для себя, на твой трек обучения? Я бы наложил это на несколько вещей. Во-первых, на время. Сейчас приходят молодые ребята, которые привыкли получать контент здесь и сейчас. Им захотелось что-то узнать, они пошли уже даже не в пусковик, они пошли в YouTube, они пошли в Instagram, они узнали, они посмотрели, они какой-то визуальный ряд получили. То есть обучение должно быть как минимум столь же интересным, как то, что предлагается, скажем так, социальными сетями и YouTube. То есть это вот первая история. Вторая история, оно должно быть релевантным, оно должно быть современным. Связь с тем, что человек делает. Мы сами, вот та компания, в которой я, скажем так, с владельцем которой я являюсь, где я работаю, компания уже достаточно много лет, то есть я присоединился когда уже к зрелому коллективу. И мы сначала занимались, скажем, пять лет назад, мы делали полуторачасовые, двухчасовые длинные курсы, которые сотрудники на компьютерах, скажем так, читали. Но, во-первых, ты сидишь за компьютером. Все сокращается. В принципе, у тебя время полутора часов у тебя нет. Тебе через пять минут тебе звонит телефон, тебе звонит начальник, а где моя таблица. И ты, в принципе, забываешь в середине прохождения курса, о чем был курс, ты как-то его проходишь. В принципе, потом у тебя из головы вылетает радостно, сказать, все, как бы галочку поставил, до свидания. На самом деле важно, насколько ты будешь применять знания. Поэтому микрообучение, маленькие форматы, и все обучение так или иначе переходит в телефон, который, опять-таки, либо это залипатель, где мы сидим в социальных сетях, либо это развиватель, который помогает нам учить английский язык, немецкий язык, который помогает нам те или иные навыки получать. То есть, две вещи. Это, скажем так, наставничество и корпоративное наставничество и без этого никуда. Когда есть у тебя… Я вот сам недавно, сидя в кафе, подслушал разговор, как такой официант, уже умудрённый опытом, учит девочку молоденькую. Был безумно интересно, он ей какие-то говорил такие интересные лайфхаки, говорили недостаточно громко. Ну, я не мог не прислушаться. Но это было прям круто, потому что это как раз была одна из сетей, где мне всегда очень нравится, где прямо видно, что сотрудники обучены. Работают. То есть, должен быть наставник, но на постоянное какое-то на ежедневное обучение нужны маленькие форматы, нужна постоянно свежая информация. То есть, даже вот среди наших клиентов скиллкап, например, есть там компания Теле2 уважаемая, там по сути каждое подразделение, там и юристы, и комплайнс, и безопасность, они создают небольшие элементы контента, которые транслируют в компанию. И, по сути, каждый сотрудник компании, он знает, чем живёт вся компания. И это не разовое обучение, которое проходит раз в год, вас соберут в зале, а это постоянная жизнь. А смотрите, у нас ещё вот это появилось. А вот смотрите, а вот такой вредоносный вирус, а вот такой новый закон, а вот такая, скажем, у нас штучка в корпоративной культуре. И для сотрудников есть ощущение, что, во-первых, они работают в огромной компании, каждый делится с ними кусочками знания, и это происходит не раз, называется, в году, а это происходит, по сути, каждый день, каждую неделю. И вот две вот этих, скажем, если резюмировать, это ежедневное обучение лучше через телефон, потому что он ближе всего к нашему сердцу, и корпоративное наставничество как формат, как именно, как система, как институция системной передачи знания от более опытных людей и менее опытных. Вот эти две, в моей стратегии, которую я тебе принесу как представитель управления, я тебе дам два трека. Первое, так сказать, ежедневное обучение, второе – это наставничество. Круто. Спасибо. Супер. Будем заканчивать эфир через десять минут, не поверишь, который пролетает время эфира мгновенно. Потрясаюсь. Скажи мне, пожалуйста, о современных трендах, вот в обучении. Я помню, знаешь, я тебе поделюсь своим впечатлением, что в 90-е годы, может быть, ты помнишь, появился первый шлем виртуальной релизы VEX-1, это был 95-й или 96-й год, потом они исчезли, потом вновь вернулись. Как ты считаешь, вот вообще, тема VR, насколько она сегодня в виртуальной реальности, вот в обучении она, ну, как вообще, применима? Я думаю, что количество областей, в которых применим VR, сейчас ограничен, но он постоянно растет. Я думаю, что эта технология очень перспективная. Например, очевидно, что в тяжелом машиностроении, в стройке, там в медицине условно применим, где нужно показать, скажем, каким образом проводить операцию, чтобы обучаемый, по сути, через виртуальную реальность увидел, как там сшивать ткани, вот эти вот вещи. То есть, потрогал вроде как будто бы своими руками. Да, действительно, ты никого там не разрезал, но ты все это увидел. Мне рассказывали про удачный опыт использования этого в ипотеке, когда приходит заемщик ипотечный, надевает VR-очки, и он видит уже, он может пройтись в виртуальный тур по квартире, он может выбрать себе квартиру. Да-да-да, сегодня недвижимость, они продают именно этим образом. Мне кажется, в продажах и в обучении, но пока еще технология достаточно молодая. Дороговато. Она дороговато, потому что надо купить очки. То есть, это все пока, я думаю, что это точно за ней будущее. Вопрос, насколько там далекое и близкое, это пока непонятно. Что еще ты для себя видишь как трендами в обучении? Я думаю, самый главный тренд сейчас это то, как, например, мы воспринимаем информацию, у нас же газеты не заменили, например, телевидение не заменил газеты, или интернет не заменил телевидение. То есть, каждый канал, он, скажем, занял свое место. Вот сейчас наиболее прогрессивные компании, они используют, по сути, blended learning, то есть, есть все элементы обучения, тут есть и мобильное обучение. Бленд – это слово смешивать, да? Да, по сути, это такое смешанное обучение, когда есть и мобильное обучение, и онлайн обучение, и очное обучение, и работа с коучами, работа с наставниками. То есть, по сути говоря, все элементы, так или иначе, они находят в экосистеме компании свое применение. То есть, ни от чего не отказываются, все вбирают, все преобразуют, и получается очень такая красивая, богатая палитра. И вторая история – это действительно такой вот, ну как это по-английски just in time, по сути, когда… Здесь и сейчас, да? …когда знания надо дать здесь и сейчас. То есть, и как вот в школьном обучении очень важно, сейчас все более специалисты большинство сходятся на то, что важно первые пять лет, первые четыре-пять лет. То же самое и сотрудникам. Дикий фокус на адаптации, дикий фокус, потому что адаптация, большинство сотрудников отваливаются на адаптации. К сожалению, к большому моему сожалению. И вот, наверное, это, пожалуй, я бы сказал так, главный тренд, потому что этот, скажем так, тренд, он даже повернут на первый месяц перед адаптацией. Сейчас многие компании озадачены, как так называемый, сделать такой предварительный курс для тех людей, которые… …преадаптация, когда человек ещё, например, не вышел на работу, но его начинают уже через мобильное устройство, например… Прокачивать, чтобы сократить это время, да? Его начинают прокачивать, его начинают вовлекать, его начинают в эту корпоративную культуру вовлекать. Естественно, с ним пока не могут поделиться никакой конфиденциальной информацией, но, тем не менее, его начинают уже ему что-то даёт. Супер! Я буквально тебе два слова скажу, что мне абсолютно поменял моё сознание вообще к обучению людей Дима Прохоренко, один из HR-ов IBS. О чём он сказал, что «Ребята, считайте точку безубыточности сотрудника». Я говорю, а что это значит? А это значит, когда после приёма на работу твой сотрудник тебе принёс столько денег, сколько ты на него затратил. То есть, когда его увольнение для компании безболезненно. Он говорит, в Макдональдсе это может быть две недели, у нас, например, это может быть два года. Так вот, всё, что пропало до два года, это значит чистые убытки. Когда ты это начинаешь осознавать, то это абсолютно круто. Так вот, каждый должен знать точку безубыточности своего сотрудника, и тогда понятно, почему компания старается ещё заранее в него начать вкладывать, чтобы сократить этот разрыв. Буквально два слова. Что ты думаешь про дизайн-финкинг, как тренд сегодняшний в менеджменте, и про коучинг? Начну с коучинга. Коучинг, мне кажется, это область, которая достаточно глубоко про человека. Я бы сказал так, что если, например, взять тренеров, наставников и коучей, то тренеры и наставники, они скорее про бизнес. Потому что тренер, он даст тебе скиллы. Наставник, он поможет тебя вытащить, он поделится личными историями, поможет тебя вытащить на новый уровень. Коуч – это человек, который поможет тебе лучше понять себя, докопаться, каковы истинные мотивы тех или иных поступков. Мне кажется, коуч – это больше про жизнь, а наставничество и тренерство – это больше про бизнес. Правильно ли я понимаю, что жизнь была всегда, просто мы этому не уделяли должному вниманию тогда, а теперь начинаем возвращаться? Ты имеешь в виду? То есть, я имею в виду, что коучинг – это вещь, потребность, которая была всегда. Просто мы отрезали этот элемент, это потом, когда-то про человека. Только про знание раньше было, модель. Модель, пожалуй, да, но с другой стороны, раньше был темп совершенно иной раскачки, который сейчас, например, меня удивляет, что многие из моих коллег по Гарварду, кто-то из них работает 30 лет в компании, кто-то 35 лет в компании. То есть, мобильность там гораздо меньше. Поэтому вот на этом уровне, скажем так, раскачка гораздо идёт медленнее. У нас, когда срок работы в компании 2-3 года, то действительно… Некогда. Вот некогда. Поэтому на первом этапе тебе нужно максимально на адаптации, на преадаптации надо максимально тебя включить. Включить. А потом на этапе, когда ты вдруг, например, подработав 4-5 лет, ты вдруг не завис, то тебе нужно как-то дальше тебя вовлечь. И работа коуча, работа наставника – это максимально помочь человеку, скажем так, не совершить тех шагов, которых он потом будет жалеть. Спасибо тебе большое. Я в оставшиеся 2 минуты хочу подвести итоги. Итак, сегодня Алексей Коровин рассказал нам о двух потоках. Первый поток – его личного развития, связи с обучением. И второй поток – как корпорации могут увеличивать свою жизнь, прибыль, эффективность, рой капитал, всё что угодно через обучение. Так вот, самыми главными выводами для человека, который должен постоянно учиться – слышать себя, слышать людей других, которым ты доверяешь, или сформировать свой собственный совет директоров, то есть тех людей, которыми тебе доверяются. Жизнь – это не только то, что ты делаешь здесь и сейчас. Жизнь – это то, что может тебе пригодиться в любой другой момент. Как сказал Стив Джобс, никогда бы не было таких красивых шрифтов в Маке, если бы он не учился каллиграфии. И, конечно, это общение с людьми. Это тренд для человека. Слушайте себя, старайтесь слышать других и постоянно испытывайте жажду. Для компаний. Абсолютно современная стратегия обучения персонала в любой компании, которую презентовал Алексей Коровин. Это ценность времени, когда здесь и сейчас. Это релевантность обучения, современность. Четвертое – это микрообучение и ценность времени. И пятое – это мобильность. То есть, быстро, здесь и сейчас, прямо там, где человек живет, в мобильном телефоне. Причем на это все накладывается ежедневное обучение и корпоративное наставничество. Потрясающе. Мне кажется, мы сегодня прекрасно поговорили. Потрясающе. Потрясающе. Спасибо тебе огромное. Это был Алексей Коровин, финансист, основатель компании SkillCup. Большое спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Доброго дня. Спасибо. 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 Спасибо.